Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Сегодня поговорим и прочитаем очень интересный памятник Нового Завета, которым, возможно, вы даже ни разу не слышали. Да, у нас есть в Новозаветном каноне послание, принадлежащее апостолу Иуде. Иначе говоря, есть послание Иуды в нашей христианской Библии. Мы сделали уже отдельное большое введение в этот памятник, в этот документ, где говорили о времени появления этого документа, о его авторстве и прочих очень важных вещах, касающихся введения к чтению этого памятника. Поэтому рекомендую на портале экзегет.ру найти эту самую запись и начать чтение и комментирование постания Иуды с просмотра именно того сюжета. А сейчас постараемся прочитать в течение одной небольшой лекции, одного выступления весь этот самый памятник, состоящий, впрочем, из 25 стихов и всего лишь из одной главы. Поэтому послание апостола Иуды является одним из самых маленьких по объему памятников вообще всей Библии, всего, тем более, Нового Завета и насчитывает всего одну главу. Итак, рабочая гипотеза, которую мы приняли, говоря о введении в этот памятник, была такая гипотеза. Этот документ был написан одним из братьев Господних, а именно тем самым Иудой, которого братьями были другими братьями, Иаков, Симеон и Иосия, и которые два раза встречаются, вот в перечине эти четыре имени, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка. И так они и называются, эти четыре человека, четыре мужчины, называются они братья Господни. Как считается, после кончины Господа эти люди, которые раньше были далеки от учения Христа, от его служения, в дальнейшем обращаются в весть своего скончавшегося и воскресшего из мертвых брата, брата Иисуса, и оказываются видными деятелями христиан Палестины и Галилеи и окружающих регионов. Там это может быть Зайордания, Сирия, Южная Сирия, может быть Аравия. Короче, там, где были общины, стоявшие из евреев же, говоривших на арамейском, вероятно, это гипотеза, арамейском языке, и обратившихся в христианскую такую Иисусову веру, признавшими то, что Христос есть пришедший на землю Мессия в образе Иисуса, которого схватили, распяли и казнили те, к кому он пришел. Вот, поэтому сейчас мы, помятуя об этом авторстве, прочитаем стихи этого документа. Итак, стих первый такой. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иякова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом». Это есть надписание документа, где указывается авторство этого сочинения, и вот что пишет о себе автор. Он является Иудой, имя названо, он является рабом Иисуса Христа, не считает, не называет себя братом, как не называет себя братом и Ияков, автор послания Иякова, потому что в событиях после пасхального времени называть себя братом Иисуса, хоть ты и вроде бы был Ему братом, двоюродным братом или сводным братом, было не очень скромно, довольно было вызывающим поступком, самоназванием. Поэтому называет себя и Иуда, и Ияков не братом, а рабом Христа Иисуса. И вот, называя себя рабом, они встраивают себя, и Ияков, и Иуда, такую целую философию того, что называется учением о рабе Господнем, рабе Божьем. Дело в том, что в Ветхом Завете называться рабом Божьим не мог каждый человек. Это было такое почетное наименование, указывавшее на то, что человек имеет высокое, важное поручение, данное ему самим Богом. Понимаете? То есть были просто люди, да, вот жили себе разные народы, но среди них, среди евреев, были отдельные люди, такие как, допустим, Моисей, Давид, прочие выдающиеся пророки, Божьи служители, которые и были рабами Божьими. То есть они себя вручили целиком во власть Божию, исполняли целиком в течение всей своей жизни волю своего Господина и Владыки. И вот, встраивая себя в этот перечень, Иуда называет себя тоже одним из этих рабов, которые целиком принадлежат своему Господину и выражают его волю, исполняя его слово. Кому обращено это вот письмо, послание? Какие-то призванные. Это есть общая распространенная, встречающаяся и у Павла тоже, именование, либо самоименование христианских общин. Кто вы такие? Спрашиваю у них. Мы призванные. Мы те, кто услышали призыв Бога, глаз Божий, на него отозвались, и вот собираемся вместе регулярно во имя трапез. На трапезах этих мы слушаем Божье слово, Ветхи Завет читается, выступают проповедники, и потом мы преломляем хлеб и пьем из чаши, где было, находилось благословленное вино. И вот мы призванные, мы созванные, мы услышавшие голос и на него отозвавшиеся. Дальше. Освящены Богом и Отцом. Вот. Освящены Богом и Отцом. То есть Бог Отец осветил нас. Как это по-русски? Сделал нас святыми. Поделился с нами своей святостью, кусочком своего такого качества. Он сделал нас святыми, не потому что мы святые, а потому что мы Божий народ. И Божий народ является, как и Бог сам, тоже народом святым. Окончание стиха первого вызывает некоторое недоумение. Сохранены Христом и Иисусом. Сохранены. Как сохранены? Вот. Есть два толкования. Сохранены для Христа и Иисуса. То есть, ну, чтобы Он пришел на землю, и мы были бы все еще живы, мы бы Его слышали. Толкование другое, более любопытное. Мы сохранены в годину начавшихся детствий, искушений, испытаний, и сохранены в момент грядущего страшного суда Христом и Иисусом. Он нас охраняет от Божьего гнева, от испытаний и прочих нехороших вещей. Мы есть спасенный остаток, спасенный благодаря тому, что Христос на землю явился, и мы стали Его народом. Дальше окончается написание, таким вот благоставением, стих второй. «Милость вам, и мир, и любовь домножатся». Такое типичное ветхозаветное, еврейское благоставение, обещание адресату иметь такие важные качества, как милость, мир, любовь, и чтобы все это было бы приумноженным, чтобы всего этого было много. Стих третий. «Возлюбленные, имея все усердие написать вам об общем спасении, я почел зануженно написать вам увещевание, подвязаться за веру, однаждую переданную святым». В этом стихе две вещи указывают, вызывают наше внимание. Во-первых, это есть вещь, как обращается Иуда к своему народу, к своей аудитории. Это есть обращение «возлюбленные». Бог вас возлюбил, Христос вас движимой любовью спас, и поэтому вы есть возлюбленные Божьи люди. Эти люди имеют обетование о спасении. Божье слово присутствует в этом народе, и как будто бы генерируют спасение для этого народа. И есть в этом стихе призыв. Вам нужно подвязаться за веру, то есть бороться за веру, как будто бы ее нужно охранять, хранить от разных угроз. И вера эта однажды была кем-то сообщена, кем-то она была передана. И вот вы получили эту вам данную веру. Со стиха 4 начинается описание самого повода, которым было письмо само, и это и вызвано. А именно, читаем, «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутствию, и отвергающие единого владыку, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа». Вот, вкрались некоторые люди, и это есть повод для написания всего этого документа. Вызывает возмущение, вызывает раздражение и тревогу то, что кто-то вкрался, прополз, влез в эти ваши самые собрания. Эти люди издавна были к осуждению предназначены, предписаны, что ли. Вот, нечестивые люди. И этими словами, как будто бы Иуда рассказывает, «Да, это случилось, среди нас оказались нечестивые люди, но не переживайте, потому что все это было предписано, предназначено еще в давние времена». Ветхий Завет тоже пророчествует нам об этих людях. Как люди эти описываются? Ну, вот написано, что они являются нечестивыми, то есть какие-то очень важные моменты, касающиеся исполнения Божьего закона, они игнорируют. Нечестивые люди. Не считают эти предписания как что-то важное, заслуживающее внимания и требующее исполнения. Дальше больше. Они как будто бы обращают Божью благодать в повод к распутству. Очень сильное обвинение. Как будто так можно понять эту часть стиха. Есть Божья благодать, есть распутство, какая-то половая распущенность, как будто бы они делают так, что распутство вытекает из того, как они понимают Божью благодать. То есть ваше учение, прокравшиеся люди, ваше учение, оно порочно, потому что оно генерирует дурную этику. Ваше учение о благодати является поводом к распутству. И вы отвергаете единого владыку, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа. Вот у вас проблемы и с вашим вероучением. Стих пятый. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И вот из стиха пятого Иуда приводит перечень из Ветхого Завета и из окружающих документов, таких апокрифов, которыми пытается он, как будто бы, что ли, поразить своих оппонентов, тех самых прокравшихся. И вот первая цитата, первое обращение к ветхозаветному наследию, такое. Итак, значит, «Однажды Господь избавил народ из земли египетской». Спас, вывел его из плена раб, из рабства. И, конечно же, событие исхода упоминается здесь. Базовое какое-то вот повествование для каждого еврея. Мы, как народ, появились в ситуации исхода. Так вот, здесь написано что? Что однажды Бог спас народ из Египта, из плена рабства. Но это было не окончание истории, потому что в ходе этого странствования по пустыне Синайской многие погибли. И вот этим суждением, как будто бы Иуда говорит, быть выведенным из Египта – это еще полдела, это есть начало пути. А что будет дальше? Это вот очень большая такая непределенная вещь и ситуация. Поэтому вы будьте внимательны к своей жизни, к своему поведению ежедневно и ежеминутно. Думайте о вашем спасении, сохраняйте вашу веру. Дальше. Стих 6. Пример 2 из ветхозаветного повествования. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Еще пример один, который вот при таком чтении, вот таком некомпетентном, оказывается глухим, молчащим, ничего не говорящим. Но смысл его такой, дорогие друзья. То же самое, что и в стихе 5. Значит, были такие ангелы, которые, как сообщает нам книга Бытия, глава 6 этого сочинения, были увлечены красотою женщин рода людского. Они вот сошли к ним, они с ними смешались, появилось у них наследие, появилось отдельное племя гигантов, такие были сыны Янаковы. Так вот, мораль такая, мало быть ангелом. То есть, ангелом ты являешься, хорошо, но это не есть, как бы, вердикт для всего твоего существования от начала до конца. И ангел тоже может пасть. И вот это падение ангелов, оно описывается в стихе 6. То есть, мораль такая, ты христианин, будь внимательен к себе, к своей жизни, потому что ангелы, которые были охвачены страстью и желанием, и похотью, и эмоциями, они пали. Читаем дальше. Стих 7. «Как Содом и Гамора, и окрестные города, подобно им, гододействовавшие, и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Так точно будет и за этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Вот это вот еще одно обвинение, которое обращено к этим оппонентам апостола Иуда. Итак, Содом и Гамора, мы помним об этом повествовании, об этой истории из книги «Бытия», когда пришли вестники Бога, ангелы Божьи, явились в Содом и Гамору и жили в доме Лотовом. И вот жители этих городков, они имели очень дикое желание ворваться в эти самые дома и над этими ангелами, вестниками Божьими, надругаться. И вот с этим поведением жители Содома и Гамора сравнивается поведение оппонентов Иуды, тех самых прокравшихся в общины христианские. Он описывает их как мечтатели, которые отвергают начальство, злословят высокие власти. Но для человека более-менее компетентного в Писании, в церковном учении, мы с вами знаем, что начальство власти и силы, и славы, и так далее, это являются такими одними из наименований отдельных классов, типов ангельского рода. Есть разные типы, разные категории. Так вот, этих ангелов, эти начальства, эти высокие власти, оппоненты Иуды, они злословят, то есть, они являются виновниками греха жителей Содома и Гоморы, а именно, они пренебрегают почитанием или подчинением, повиновением этим духовным силам. Дальше. Пример очередной из около ветхозаветного, это уже около ветхозаветное предание. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споры о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Это был стих 9. Тут у нас, конечно же, возникает полное недоумение, потому что об этом споре Михаила Архангела и дьявола о теле Моисеевом мы не знаем из ветхозавета. Это есть цитат, это есть указание на какое-то из апокрифов, которое называется либо Успение Моисея, либо Завещание Моисея, там разные есть такие обозначения. Так вот, в этом апокрифе, то есть сочинении, рассказывающем о событиях ветхозаветных, а Моисея это и ветхозаветные события, конечно же, но при этом не вошедших в каноны ветхого завета и называются эти документы апокрифы. Так вот, послания Иуды обильно их используют. В этом маленьком тексте мы находим не менее трех ссылок на разные апокрифы. Это есть, во-первых, вот наш стих 9, это книга под названием Успение Моисея, либо Завещание Моисея, и еще одна книга цитируется здесь, дальше, это первая книга Еноха. Так вот, то, что Иуда очень активно цитирует послания, вроде бы, небоговдохновенной и был основанием для того, чтобы очень долгое время многие церковные писатели не очень высоко ставили вот этот документ, потому что он же не разбирается, этот Иуда, этот автор этого памятника, какие-то странные цитируют документы, небоговдохновенные, не вошедшие в канон Ветхого Завета. Ну, нам эти споры являются не очень актуальными, а давайте будем разбираться лучше текст, да, стих девятый, о чем уже тут идет речь и почему Иуда именно этот пример вставляет в свой перечень обвинений против этих самых мечтателей, вкрашившихся в общину христианскую. Итак, о чем тут идет речь? Якобы после смерти Моисея, вот тело его лежит, да, и возникает спор, куда тело должно идти. Архангель Михаил прилетает, приходит за телом этим, чтобы отнести его на небеса, к Богу, потому что Моисеев есть великий Божий угодник. Но дьявол говорит, нет, так не будет, потому что Моисей был человеком небезупречным, кому было свойственно и свершение грехов, он был и убийцем, убил он имел моменты, когда его вера была слаба, когда он был несовершенен, поэтому слова дьявола таковы, это мое тело, тело Моисея мое, Моисей мой. Так вот здесь Иуда пишет, что не произнес никакого укоризненного слова на дьявола, на сатану Архангель Михаил, но же сказал, запретит тебя Господь, сославшись на самого дьявола, никак не принижая достоинства честь аж самого дьявола. И вот какой же смысл тогда этого стиха в этом повествовании. Ну, дорогие друзья, смысл такой, даже Архангель Михаил не почитал уместным и допустимым для себя злословить дьявола сатану, потому что он есть падший, но ангел это есть падшая но духовное возвышенное существо падший ангел. Тем более и вы мечтатели выступающие против начальств и высших властей не должны никаких ангелов принижать или понимаете с ними бороться их поручить. Вот такой смысл этих двух стихов стиха 8 и 9. Дальше он сам как бы толкует смысл стихов Иуда автор документа пишет так в стихе 10. А эти злословят то чего не знают. Что же по природе как бессловесные животные знают тем и себя расклевают. Ну как бы вот это видите друзья это такая полемика такой спор настоящая ссора и в этой ссоре конечно же противоборствующие стороны друг друга обвиняют в разных прегрешениях и вот здесь Иуда обвиняет их в том что они компетентны лишь в том что свойственно животному миру вот животные страсти поесть да насытиться удалить свою плоть свою похоть вы лишь в этом специалисты но злословите выступаете как судьи в том что касается возвышенного мира ангелов и архангелов дальше еще один пример из Ветхого Завета горе им потому что идут путем Каина продаются обольщению мзды как Валаам и в упорстве погибают как Корей но в этом примере приводится три имени Каин Валаам и Корей которые нам знакомы как Каин это первоубийца Валаам это какой-то какой-то вольф какой-то маг такой какой-то какой-то ведун да который должен был проклясть народ израильский еврейский и Корей это есть тот который выступал против того что лишь левиты владеют таким служением у алтаря у престола Божьего так вот в традиции еврейской около новозаветного времени все трое Каин Валаам и Корей были считались одними из основателей лжеучений иересей и поэтому как будто бы этих вот мечтателей Иуда относит к потомкам к ученикам к служителям Каина Валаама и Корея то есть ваша вера не близкая вы лжеучителя на этом оканчиваются эти обвинения этих самых мечтателей сделаны на основании Ветхого Завета напомним еще раз друг другу какие-то были обвинения ну первое помните события исхода да вышли из Египта но это еще не конец истории потом это у нас падение ангелов потом это события Содома около Содома и Гаморы потом это спор Михаила Архангела и дьявола отеля Моисея и потом есть обвинение трех персонажей библийских из книги бытие это Каин Валаам и Корей а потом начинается описание такой вот бытовой ритуальной части такой рутин христианской жизни а именно христианских собраний пишет Иуда такие вещи таковые бывают соблазны на ваших вечерях любви вот значит какие-то есть вечер любви это вечером да трапезы где люди собираются вместе у них есть часть касающаяся просто насыщения такая по-нашему агапа а еще была другая часть связанная с христией когда звучит молитва читаются тексты священные и звучит проповедь поются гимны псалмы и благословляется хлеб и вино парообраз вот нашей современной литургии так вот эти люди таковые бывают соблазном слово соблазна имею использующееся здесь является может быть точнее переведено другим словом эти люди бывают рифом подводным камнем скалой какой-то скалой общим общим каким-то застольем и они без какого-то трепета без скромности уточняют свое тело для них ваша вечер любви есть повод утолить свою свой голод свою жажду они без страха как будто бы жерднеют поедая ваши подношения принесенные для участия в этой евхаристии в этой агапе дальше идет перечень таких вот сравнений с которыми сравниваются эти люди это безводные облака носимые ветром осенние деревья бесплодные дважды умершие исторгнутые вот ну общее в этом перечне такое они не те за кого себе выдают они не те кем кажутся да облако но без дождя да дерево но без плода дальше больше свирепые морские волны такие вроде бы ну чистая вода да вот волны стихия но нет пенящиеся с ароматами своими то есть ваша стихия стихия греха и порока блуждающие звезды которыми сбережен мрак тьмы навеки это окончание стиха непонятно современному читателю это есть ссылка такая завуалированная на книгу еноха где описываются описывается участь тех падших ангелов которые находятся под узами до дня окончательного суда о них порочествовал и енох седьмой от адама говоря вот идет господь сать мами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах которые произносили на него нечестивые грешники вот цитата из книги еноха это первая книга еноха не библия не верхний завет это есть апокриф но иуды считают нужным процитировать это сочинение даже указав что это есть пророчество да пророчество и вот это пророчество из книги еноха касается судьбы этих самых падших ангелов что их ждет суд божий и вот бог идет но иуда модифицирует это пророчество во первых он увязывает идущего бога с господом христом поэтому слово господь здесь указывает на то что это будет суд христов суд господа восставшего из мертвых во вторых объектом этого суда окажутся падшие ангелы а еще и вы мечтатели пирующие на пиршествах уточняющие себя без стыда вот такие вот плохие люди вас ждет скорый божий суд дальше он описывает еще их проступки и какие-то плохие качества это ропщущие ничем недовольные то есть они недовольны они вот постоянно какие-то ворчуны критиканы поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно вот ваш вождь ваш руководитель это есть ваше вожелание эпофемия по-гречески ваши страсти уста их произносят надутые слова ваши слова они такие пышные они может быть кого-то убеждающие вы мастера говорить они оказывают лицеприятие для корысти и ваше отношение к людям оно как будто бы обусловлено выгодой которую можно получить в данной ситуации но вы возлюбленные помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа они говорили вам что в последнее время появятся ругатели поступающие по своим нечестивым похотям еще раз указывает Иуда то что пришествие этих злодеев этих лжеучителей оно предсказано к Господам поэтому можно не волноваться все что Господь знал он предвидел и поэтому ничего в этих людях не является сенсационным и вызывающим должно вызвать страх ужас или какую-то апатию нет не переживайте это люди опять же он обличает своих оппонентов отделяющие себя от единства веры вот они себя как будто отставляют почему они себя отставляют отделяют от окружающего братства а вот есть объяснение они душевные но не имеют духа душевные не имеющие духа видимо они себя считали духовными какими-то пневматиками у них были какие-то дарования дарования пророческие голосолалия другие разные у них были какие-то возвышенные дары от бога так вот не так по мнению иуды все не так вы не имеете настоящего духа вот душевные то есть на языке такого новозаветного богословия вы даже не христиане у вас нет духа божьего а вы возлюбленные назидая себя на святейшей вере вашей молясь духом святым сохраняйте себя в любви божьей ожидая милости от господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни вот он увещевает общину все братство назидать себя как будто строить свое здание на основании святой веры это вот образ такой очень древний христианский наша жизнь есть создание какого-то не знаю замка постройки дома но для всего этого нужен прочный фундамент нужна скала там нужен какой-то базис этот базис это скала этот фундамент есть святейшая вера храните то что однажды было дано вам как предание и ни в чем не забывайте азы основы этой самой веры наверное в этом вот в этом понятии святейшая вера данная вам вот апостолами вот тут было много связано еще и с этикой этика такая очень прямолинейная принципиальная категоричная евангельская не забывайте этой этике тоже потому что эта этика тоже была однажды вам сообщена духом святым через апостолов а в конце будет интересно как нужно же относиться спрашиваем мы иуду и возможно его аудитория как нужно относиться ко всем этим мечтателям харизматикам которые прокрались прокрались пролезли в наши общины в наши вечеры любви так вот есть такая есть такая категоризация да есть три типа как нужно кому нужно и как нужно относиться итак категория первая двадцатый стих и к одни будьте будьте милостивы с рассмотрением вот то есть одни люди пришедшие к вам они не безнадежны с ними можно иметь дело изучите их поведение их вероучение их образ жизни и будьте к ним милосердны примите их утешьте их накормите им дайте им кров дайте им пищу вот первая категория с одними должна поступать так будьте к ним милосердны потому что это есть свойство в христианской жизни иметь милость вооружающим людям другая категория такие более может быть такие вредные что ли такие может быть какие-то упертые лжи учителя а других страхом спасайте строгая их из огня ну вот видите такой сильный образ страхом спасайте и строгая их из огня вот ну как-то может быть не знаю обличите их да при них это письмо прочитайте разумите их апеллируйте к понятию страха божьего вот ну спасите их из огня которым они охвачены движимые своими похотями страстями и обольщением самообольщением то есть надо их спасти и сделать из них нормальных братьев и сестер а вот категория третья самая видимо неисправимая обличайте же со страхом этих третьих кнушаясь даже одеждой которая осквернена плотью так вот третья категория такова что с ними ничего нельзя поделать они безнадежные вот надо их обличить вот со страхом видимо их от них избавиться их прогнать и пускать к себе для такой степени ничего с ними общего вам иметь нельзя никаких общих дел что даже нужно гнушаться их самой одеждой то есть вот осталась от них не знаю там обувь там либо накидка не надо сожгите не касайтесь этой одежды не знаю сел он на диван на сиденье на стул лучше от всего избавиться чтобы не скверниться оскверненный этим человеком одеждой меблею стулом и диваном до такой степени ничего общего с ним иметь мы не можем вот надо разобраться вам вот дорогие читатели этого письма как будто пишет иуда и понять как с кем себя вести и в конце заканчивается словословием этот документ это послание таким словословием могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою свои непорочными в радости единому и премудрому Богу Спасителю нашему Иисусу Христу Господу нашему славы и величия сила и власть прежде всех веков ныне и во веки и во все веки аминь вот призывается и Господь Бог Он называется премудрым этот Бог Отец призывается Спаситель Спаситель Иисус Христос вот могущий и спасти нас вот и всем им провозглашается слава и величия сила и власть прежде всех веков заметим что эти слова слава и величия и сила и власть они еще являются наименованиями отдельных классов ангелов и вот таким образом получается что как будто бы говорит Иуда что истинный почитатель Бога Отца и Сына Господа являются одновременно почитателем что ли поклонником да или хотя бы уважающим человеком тех кто окружает Бога Отца и Сына Иисуса а именно ангелов потому что эти ангелы являются такими могучими силами высшими творениями которые являются собой придворных да или обитателей Божьего дворца Божьего дома небесного храма а те кто критикует считают себя харизматиками духовными людьми одаренными пышными на словеса являются угрозой и вам нужно их обнаружить нужно вам их испытать либо как-то нужно их переформатировать либо нужно их вообще изгнать из ваших общин потому что эти люди являются соблазном а дословно они являются рифом скалой камнем могущим уничтожить корабль вашей веры вашу христианскую общину дорогие друзья послание иуда это есть памятник хоть и маленький но очень интересный очень сложный очень насыщенный разными идеями разными такими образами близкими написаны целые книги об этом памятнике сегодня же была лишь маленькая такая обзорная лекция по ключевым вопросам этого документа нашим помощником в изучении документа послания иуды был портал экзегет.ру спасибо за внимание спасибо